Во имя Аллаха Свят Он Велик, Творца Небес и Земли. Тот, кто возносит, кого пожелает и унижает, показывая, чего он стоит. Властелин Солнца и Луны, звёзд, ветра и облаков. Всемогущий законодатель, который решает, что запретно, а что дозволено. Он один, наш Господь, поддерживающий нас с самого нашего рождения и до самой смерти, обеспечивающий нас всеми нашими нуждами, каждым кусочком еды и каждым вдохом. Хвала Аллаху, которому поклоняются ангелы, всё время без устали. Все вернутся к Нему в день суда покорно и смиренно. И да будет мир и благословение предводителю детей Адама, нашему пророку Мухаммаду, чей статус не познает ни один человек. Знаете, что Аллах Свят Он и Велик повелел походить на Него в богобоязненности, сказав, «О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха должным образом и умирайте не иначе, как будучи мусульманами». Дорогие мусульмане, весь мир говорит об этой чуме, об этом коронавирусе, который распространился по земле. Я подумал, что, иншаллах, в сегодняшней проповеди обратим внимание на мудрость, которую мы можем извлечь, на уроки и мораль, которые можем познать из того, что видим вокруг себя, так как верующий всегда смотрит на мудрость и всегда старается извлечь пользу из абсолютно каждого аспекта своей жизни. И по воле Аллаха в сегодняшней проповеди я суммирую семь полезных пунктов и семь уроков, которые каждый из нас может познать из того, что происходит вокруг нас. Первый из этих семи пунктов, заставляющий нас стать смиренными и осознающими, что никто из нас не обладает силой и только один Аллах всемогущий, что ни один человек не имеет суперсилу, что все мы во власти всемогущего Господа. Взгляните на этот вирус. Самая густонаселенная страна в мире – Китай. И одна из самых мощных стран в мире – это Америка. Весь мир, все народы, сильные и слабые, вся человеческая раса пребывает в страхе. И не имеет значения, откуда он. Отчего же они страшатся? А страшатся они самое маленькое из малого. Они страшатся того, что является всего лишь проявлением жизни. Ученые вопрошают, а живу ли этот вирус? Или он пребывает в состоянии между жизнью и смертью? Этот вирус является самым маленьким признаком любого творения. Он около от 20 до 30 нанометров в длину. Мы не можем увидеть его даже под обычным микроскопом. Для этого нам необходим специальный микроскоп, который называется электронный микроскоп. И даже электронный микроскоп не полностью видит данный объект. Он показывает только электроны этого объекта. Если представить, насколько мал этот вирус, насколько он страшен для всего человечества. Он настолько мизерный, что для того, чтобы увидеть его, нужно увеличить его как минимум в 100 тысяч раз. Приведу вам пример. Представьте, если взять рисовое зерно и увеличить его в 100 тысяч раз. То это зерно станет с размером 5 или 6 футбольных полей. А чтобы только увидеть этот вирус, нужно его увеличить в 100 тысяч раз. Все человечество на Земле страшится этого вируса. Что показывает нам истинную силу нашего Господа. Что несмотря на наши развитые современные технологии, которые мы имеем. Мы абсолютно не знаем свою судьбу. Мы не в состоянии контролировать даже свои собственные жизни. А уж тем более жизни других. Так как же не смириться перед Творцом, творящим все, как Он и упоминает о себе в Коране. Он создает то, что вы не знаете и даже не можете понять. Это Аллах Свят Он и Велик. Итак, первый из этих пунктов придает нам осознание существования Господа и то, что Он покровительствует нас. Второй пункт, из которого мы можем получить пользу, это осознать, что жизнь и смерть – истина. Почему? Потому что мы очень часто игнорируем смерть. Нам стало слишком комфортно на этой Земле. Мы проживаем свои жизни, полностью уйдя с головой в удовольствие материального мира. Стали слишком самодовольно достигнутым. Мы настолько сильно поглощены, что стали беспечными. И земная жизнь стала для нас привычной. И подобного рода бедствия и трагедии – это знак для нас, что никто не живет вечно. Ни одному человеку не дано бессмертие. Каждый из нас умирает. Каждая душа вкусит смерть. Из того, что мы игнорируем и не думаем об этом, реальность жизни и смерти не меняется. Аллах – тот, кто создал смерть и жизнь. Когда явилась эта пандемия и смерть окружила нас, мы стали более осведомленными, и наши твердые сердца смягчились. Наши умы окутаны земной жизнью. Теперь мы стали воспринимать загробную жизнь. Если подобные беды смягчают наши сердца, то это не бедствие, а благословение. Если такое бедствие пробуждает нас от дремоты земной жизни и придает нам осознание временности этой жизни, то, в Аллахе, это не беда. Наоборот, это благо. И это второй полезный пункт – наша смертность. Что жизнь временна, смерть всегда рядом. Как сказал Абу-Бакр, мы просыпаемся каждый день, и смерть ближе к нам, чем шнурки на нашей обуви. Мы просыпаемся каждый день и не знаем, в какой момент умрем. Так что подобного рода бедствия показывают нам, что эта жизнь временна, и что только один Аллах знает, когда мы умрем. Третье благо и третья мудрость, которые мы можем увидеть и извлечь из того, что происходит вокруг нас, это понятие о том, что одни люди якобы лучше других. И тот факт, что данный вирус поражает всех одинаково, что говорит нам о бессмысленности комплекса превосходства, о бессмысленности расизма и такого типа мышления, что моя раса, мой народ, мои люди, моя страна лучше всех других. Нет. Этот вирус поражает все человечество в равной степени. Будь то богатые или бедные, все расы, черные, белые, желтые или коричневые, остались вне удел все экономические сферы. Любой человек, он прежде всего просто человек. Если кто-то думает, что у него особое происхождение, или же у него много денег, или же кичит со своей национальностью, своим паспортом, своей принадлежностью, все это просто пыль. У всех у нас одинаковые кровяные клетки. Мы все одинаковые люди, а те мысли об идее превосходства одних над другими, они бессмысленные. Согласно исламу, единственное различие между нами пред Всевышним – это истинная богобоязненность. В этом мире мы все одинаковые люди. И поэтому этот вирус и страх, который он порождает, должен заставить нас осознать, когда в исламе говорится, что все мы одинаковые люди, и что у всех у нас одинаковое происхождение, и что конец у нас всех тоже будет одинаковый. Есть одна такая история, насколько она достоверная знает Аллах. В общем, в книгах по истории упоминается, что жил один правитель-тиран, который мучил ученых и праведных людей. Он издевался над ученым, и однажды, когда он так издевался, к нему подлетели мухи и начали раздражать его. Этот правитель отогнал этих мух, и обратившись к ученому спросил, «О Алим, в чем мудрость создания Всевышним мух? Мухи всегда назойливы и надоедливы». Этот ученый ответил, «Аллах использует мух, смирить высокомерие таких своих творений, как ты. Мудрость создания мух в том, чтобы показать тебе, управитель, что ты такой же человек, как и я». То есть это показывает нам, что данный вирус не делает разницы между премьер-министром и обычным человеком, богатым и бедным, между белым и черным. Абсолютно каждый из нас в равной степени подвержен этому вирусу, потому что мы едины в своей человечности. Перед тем, как перейти к четвертому пункту, хотелось бы попросить вас, братья и сестры, поделиться этим видео, если вы нашли его полезным. Да обрадует Аллах каждого, кто стал причиной распространения. Аминь. Четвертая мудрость, которую мы можем извлечь из того, что видим вокруг себя, это увидеть, что весь этот мир и все блага и имущества, имеющиеся в нем, не являются показателем успеха и счастья. Нет, никак. Наоборот, тот факт, что люди, казалось бы, невинные, хорошие или праведные, поражены бедствием, а людям, творящим злодеяния, все сходит с рук, это придает нам осознание того, что этот мир не конец. Мы должны понять, что нас ждет следующая жизнь. Порой этот вирус забирает невинных детей, невинных людей. И не только этот вирус, но и любое другое бедствие. Иногда хороших людей постигает беда, а плохих она обходит стороной. И это должно заставить нас размышлять над тем, что не всеми, кому данное изобилие мирской жизни, доволен Аллах. И не на всех, кто лишен мирских благ, гневается Аллах. Напротив, изобилие мирской жизни не показатель того, что Аллах любит вас. Как сказал один из ученых, «Эта мирская жизнь данна тому, кем Аллах доволен и тому, на кого он гневается. И также лишен ее благ тот, кем Аллах доволен и на кого он гневается». Этот мир и все блага, ассоциирующиеся с ним, не являются залогом успеха, признаком любви Аллаха. Наоборот, именно вечная жизнь – истинный показатель довольства Аллаха. И Аллах говорит в Коране, «Бойтесь беды или смуты, бойтесь испытаний, касающихся не одних только творящих зло среди вас». Этот вирус распространяется везде. Он затрагивает всех в равной степени, праведных и неправедных, хороших и плохих, благочестивых и нечестивцев, и лишь наша реакция определяет наше благочестие, а не само воздействие вируса. Те из вас, кто испытывает те или иные трудности, ни в коем случае не думайте, что Аллах недоволен вами. Напротив, Пророк, алейиссаляту ассалям сказал, «Эта чума, которая постигла вас, является наказанием для одних из вас и милостью для уверовавших». Одна и та же вещь может быть как наказанием, так и милостью. Почему так? Потому что это мирская жизнь. Деньги могут быть наказанием, и они же могут быть благом. Крепкое здоровье может быть своего рода наказанием, если вы неправильно его используете. И это же самое здоровье может быть благословением от Аллаха Святого на Велик. Итак, в этом четвертом пункте мы видим, что этот мир, несмотря на наличие или же отсутствие его благ, ни в коей мере не является показателем того или иного уровня человека пред Аллахом, Святого на Велик. Порой случается так, что лучшие из людей не получают ничего из этого мира, а иногда получают очень много, так же, как и худшие из людей порой имеют в этой жизни всё, а иногда не получают совсем ничего. То же касается и данного вируса. Пункт номер пять в нашем списке из семи благословений, которые мы решили упомянуть в нашей проповеди и которые исходят из данной трагедии, как мы видим. Потому как целью нашей проповеди сегодня является поиск именно блага из сложившейся трагедии, поиск оптимизма, кроющегося за бедствием, и поиск всегда позитивной стороны, как нас этому и учит наша религия. Итак, пятым благом в данной ситуации является то, что эгоистичные люди осознали свою острую нужду в своей семье и друзьях, в других людях. Причисто Аллах. Что случится, если кто-то из нас заболеет? Кто будет заботиться о нас? Ведь есть много таких эгоистичных людей, думающих только о себе. А это не соответствует исламу и нормам человечности. Человеку нужно любить и быть любимым. Человек должен быть частью здорового общества. Из этого пятого пункта следует, что человек может извлечь для себя не только важность семьи и друзей и заботу людей о себе, но также и гражданский порядок закона, общества, государства. Потому что нам нужна система, сдерживающая и балансирующая, являющаяся залогом недопущения хаоса среди людей. И поэтому, когда пришел ислам, да исламские арабы не были цивилизацией. Они пребывали в невежестве. И именно ислам вывел арабов из мрака невежества и возвысил до такой степени, что подчинел им весь мир от Китая до Андалусии в Испании. Почему? Потому что с приходом ислама они обрели многое, одними из которых являются праведные правители, сильная политическая власть. И это показывает нам, что если вы желаете иметь успех в мирской жизни, то необходимо объединиться и иметь закон и порядок. Нужно быть едиными всем, людям, семьям, друзьям, общинам и формировать общество и систему, контролирующие процессы. Конечно, это не место обсуждения универсального здравоохранения, но тем не менее подобного рода вирусы и пандемии заставляют нас задуматься о плюсах и минусах различных ситуаций. Они заставляют нас думать, что же лучше, всем объединиться и заботиться друг о друге или же действовать всем поодиночке. Верите или нет, но подобного рода испытания заставляют человека призадуматься о мирской политике. Это был пятый пункт из семи в нашей сегодняшней проповеди. Шестым пунктом является показательным, что есть высшая сила, которая определяет все происходящее. Должна быть вера в предопределение. Этот вирус и страх, порожденный им, и неопределенность того, кого он поражает, а кого нет, все это ведь не просто так. Это должно быть предопределено, как Аллах говорит в Коране, все, что мы сотворили, сделали это с предопределением. Один человек может принимать все меры предосторожности, он может все время мыть руки, носить маску и никуда не выходить, и все же может заболеть. А другой человек может пойти прямо в эпицентр без всякой защиты, и с ним ничего не происходит. Поэтому нужно знать, что есть сила, определяющая, что и с кем должно произойти. И это, конечно, наша вера в предопределение. Об этом имеется и хадис, приведенный имамом Ахмадом в его сборнике. Некоторые говорят, что его передает Ибн Аббаз. В нем говорится, что пророк алейиссаляту вассалям сказал, «Принятие мер предосторожности не даст вам уйти от предопределения». Подумайте об этом. «Принятие мер предосторожности не даст вам уйти от предопределения». Значит, что если вы примете все меры предосторожности, но если вам суждено, что это случится с вами, то разве меры предосторожности изменят ваше предопределение? То есть, если Аллах предписал смерть в определенном месте, но у вас имеется защитная броня и вы сделали все, что могли, неужели из-за этого всего ангел смерти не сможет забрать вашу душу? Нет. Вот что говорится в данном предании. «Ваши меры предосторожности не спасут вас от предопределения Аллаха». Но пророк а.с. сказал «Дуа мольба помогает вам от того, что случилось и от того, что должно случиться». Дуа – это ваше оружие, к которому вы можете прибегнуть. Поэтому я призываю вас, о рабы Аллаха, делать дуа. Верующий человек находит утешение в вере в предопределение. Это не означает, что нам не нужно принимать меры предосторожности. Адис не призывает нас действовать глупо. Адис говорит о том, что даже если вы предпринимете все меры предосторожности, если чему-то предопределено Аллахом случится, то это случится и меры предосторожности не окажут влияния. Вот о чем говорится в данном хадисе, что означает «Произойдет то, что суждено Всевышним, но мы не знаем того, что предписал Аллах». Поэтому мы делаем, что можем, мы привязываем верблюда и только потом уповаем на Аллаха». В книгах по истории упоминается известный случай из жизни ранних представителей Уммы, когда их поразила чума. В 18-м году по хиджре по оценкам погибло около 50 тысяч сподвижников от той чумы, которая была на территории современной Сирии. Эту историю мы упоминали много раз, когда Умар, да будет доволен Аллах, направлялся в сторону Сирии с подкреплением для армии. Они услышали, что в Сирии разразилась чума. Они начали обсуждать, что же им делать и как поступить, пока они не решили вернуться обратно в Медину. И тогда один из них сказал, «О, Умар, ты бежишь от предопределения Аллаха?» И что же ему ответил Умар? Умар, да будет доволен им Аллах, сказал ему, «Мы бежим от предопределения Аллаха к предопределению Аллаха». Попытка защитить себя это и есть предопределение Аллаха. Невозможно убежать от предопределения Аллаха. Что бы мы ни делали, это и есть предопределение Аллаха. Мы бежим от предопределения к предопределению и возвращаемся в Медину, место, которое является для нас безопасным, так как чума не достигла Медины. Возвращение в Медину есть предопределение Аллаха. Мы не убегаем от предопределения, мы осуществляем это предопределение Аллаха, когда делаем все, что можем, а остальное оставляем на Аллаха, свято на велик. Предопределение не означает, что не нужно принимать меры предосторожности. Предопределение означает, что всё, что происходит, оно происходит только по воле Аллаха Святого Великого. И мы должны запомнить этот аят и всегда держать его в уме. Когда ситуация становится хуже и хуже, дорогие мусульмане, наполните своё духовное сердце этим аятом. Скажи, ничего не произойдёт с нами, кроме того, что предписал нам Аллах. Ничего не случится с тобой или со мной, если только Аллах не предписал нам это. Мы принимаем предопределение Аллаха, даже когда молим Аллаха защитить нас. Мы принимаем и используем предопределение Аллаха, чтобы защититься им же от предопределения Аллаха. И происходит то, что происходит. Таким образом, шестой пункт показывает нам, что вера в предопределение является чрезвычайно важным столпом. Что бы мы ни делали, в конце концов, всё так, как суждено, и это не значит, что мы действуем глупо. Мы верим в предопределение и используем его для того, чтобы защититься от предопределения. Теперь мы плавно переходим на седьмой пункт нашей сегодняшней проповеди. И суть его великой мудрости, которая кроется за различными бедствиями. Особенно такая универсальная беда, которая имеет место быть в наши дни и затрагивает всё человечество. Большая мудрость в том, что во время таких бед люди читают и познают многое о своей вере. Люди обращаются к Аллаху Святому Велик, обращаются к вере и религии, даже если они не особо религиозные, все в целом становятся религиозными. Даже если они не соблюдают религию должным образом, но во времена бед и испытаний все обращаются к Аллаху Святому Велик. И это одна из самых благословенных мудростей любого бедствия. И в Коране имеется как минимум дюжина аятов, без преувеличения, как минимум дюжина аятов, в которых Аллах упоминает, что во времена испытаний человечество «вспоминает обо мне». Если кто-то тонет, то вспоминает обо мне. Если их коснётся беда, то они взывают ко мне. Когда люди испытывают боль и страдания, Аллах говорит, что они молят меня, стоя, сидя и лёжа. А теперь послушайте внимательно. Ни в одном месте в Коране Аллах не критикует попытку прибегнуть к вере во время бедствий. Аллах не осуждает, когда человек вызывает к Нему, пребывая в состоянии стресса. Осуждение приходит только тогда, когда человек избавляется от бед и страданий, после того, как Аллах спасает вас, и когда всё проходит, вы всё забываете и начинаете поклоняться другому помимо Аллаха. Вот в чём осуждение. Стать религиозным во время беды – это сущность веры. В этом нет ничего неправильного. Наоборот, так поступает верующий мусульманин. Во время бед пророк Аллах удлинял молитву, продлевал тагаджут молитвы, молил Аллаха Святого на Велик. Именно так и нужно поступать, когда ситуация ухудшается. Не обвиняйте себя в том, что вы становитесь более религиозными только во время бед. Корите себя за то, что после того, как всё проходит, вы забываете всё и снова возвращаетесь к былому. Во время испытаний старайтесь максимально увеличивать своё поклонение и мольбы. Обратитесь к Аллаху. А когда всё прошло и Аллах даровал вам спасение, не забывайте о благах Аллаха, дарованных вам, и будьте благодарны Аллаху. Порицания и осуждения, которые идут в Коране, касаются тех, кто обратился к Аллаху во время трудностей, но потом, когда всё прошло, забыл обо всём. Запомните это. На самом деле, Коран напоминает нам о том, что как раз таки в трудные моменты в жизни мы должны обращаться к Аллаху. И это является для нас главным способом самозащиты. Аллах говорит в Коране. Почему они не умоляли нас в мольбе, когда снизошло наказание? Аллах задаёт риторический вопрос, почему они не обратились ко мне с мольбой, когда снизошло наказание? Наоборот, их сердца стали твёрдыми, и они отвергли всё. Аллах не критиковал, кроме как за то, что они не делали дуа и не были религиозными во время трудностей. Поистине, дорогие мусульмане, сутью всех испытаний и трудностей является, чтобы мы обратились к Аллаху пока ещё не поздно. И целью смуты является, что Аллах испытывает нас маленькими трагедиями, чтобы уберечь нас от самой большой трагедии – адского огня. Аллах не спосылает нам маленькую боль, чтобы мы не испытали большую. И Аллах упоминает об этом в Коране, говоря, Зачем Аллаху подвергать вас мучениям, если вы будете благодарны и уверуете? Разве Аллах станет наказывать вас, если вы будете благодарны и уверуете? Аллах не рад тому, чтобы видеть своих рабов, испытывающими боль. Мудрость не в этом, мудрость в том, чтобы обратиться к Аллаху пока ещё не поздно. Таким образом, самой большой мудростью и всей моралью той трагедии, которая сейчас вокруг нас, это суметь возродить взаимоотношения с Аллахом, снова познать сладость веры, обращаться к Аллаху в молитвах, в мольбах, в ночных молитвах, в раздаче милостыни, и поистине это будет нашим спасением. Да благословит Аллах вас и меня посредством Корана и сделает нас из числа понимающих аяты Корана, кто разделяет дозволенное и запретное в своей жизни. Я прошу Аллаха простить нас, и вы тоже просите, так как Он прощающий, милостивый. Субтитры создавал DimaTorzok